Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Сергей Самсонов. Это снова фото веб-экспо. И я говорю с вами с презентацией Nikon D810, которую компания Nikon, представительство Российской Федерации, представила сегодня на московском, на российском рынке. Камера чисто визуально изменилась очень мало, но все ее изменения коснулись внутренней части. Это, в частности, изменение матрицы. У нее изменилась чувствительность. Порог чувствительности таким образом расширился от 64 до 12800. Это в стандартном виде. И если брать расширенный, то расширять ISO можно от 32, что очень хорошо. Это в три раза меньше, чем ISO 100 на предыдущей камере. И до 51 600 или 800, я боюсь ошибиться в этом плане. Камера чисто эргономически осталась прежней. За исключением того, что разъем у нее немножко поменялся. Раньше был это USB одного класса, сейчас это USB 3.0, уже micro, mini USB. Соответственно, он стал немножко другим. Это высокоскоростное считывание. Помимо разъема изменилась чисто, чуть-чуть эргономика клавиш. Но это совсем не функционально. Это буквально такие эргономические доработки. Карты памяти остались теми же самыми. Это одна Compact Flash и одна SD с поддержкой UHS Standard. Что касается матрицы, теперь перед ней отсутствует низкочастотный фильтр навсегда. То есть нет больше вариантов D800, D800E. И поэтому картинки с этой камеры, как обещает компания, будут кристально чистыми. Изменения коснулись также и некоторых интерфейсных вещей. Допустим, для фотографов-студийщиков есть возможность выбора не одной точки увеличения. А двух точек, когда выбираются, допустим, передняя и задняя плоскость, при съемке в студии вы используете tilt-shift стекла или tilt-shift механизмы для того, чтобы изогнуть фокальную плоскость, чтобы у вас все резкое было. Вы увеличиваете и на экране, или на экране фотоаппарата, или на экране компьютера, видите сразу две крупных точки, разных точки из снимаемого объекта. Вот, в общем-то, и все. Камера осталась такой же хорошей. Единственное, что она стала чуть-чуть побыстрее, это все те же 5 кадров в секунду при полном, полнокадровом разрешении, и 7 кадров в секунду, когда у вас идет crop DX. Получается 15-мегапиксельные кадры. И, естественно, что давно было востребовано фотографами, по крайней мере, то, что люди просили. Это так называемый формат S-RAW, то есть S-RAW, который дает в 4 раза меньшие кадры, то есть не 36 мегапикселов, а всего 9, но с полного кадра. То есть, если вы вставили, допустим, маленькую карточку, но хотите сохранять рафки, пусть и 9-мегапиксельные, вам этого будет более чем достаточно. Это вам поможет, допустим, в путешествии. А мы сегодня общаемся со специалистом по профессиональной технике, компанией Nikon, Дмитрием Коростылем. Мы с ним встречались уже довольно много раз, и на фотофоруме, и на фотоярмарке, и вообще уже практически дружеские отношения сложились. Дмитрий, как вам новая камера, которую вы представили сегодня, D810? Вы знаете, раньше была камера D800. Мне казалось, что, в принципе, камера предназначена для практически решения любых задач. Но когда я получил в руки именно эту камеру, конечно, мой мир немного преобразился. Сказать честно, многие ждут увеличения скорости съемки или увеличения чувствительности. Для меня первое самое приятное стало, для меня лично, это понижение минимального иса до 64-х. Потому что... Я бы достал до 32-х. Ну, да, если брать с расширением. Это явно оценивается. Вот. Но так как я очень люблю делать пейзажи на длинных выдержках, для меня это было критично. И плюс у меня достаточно большой парк светосильной оптики, когда я люблю делать портреты. Для меня, опять же, солнечная погода. Это стало достаточно весомым аргументом. Вот честно, прям очень понравилось. Даже вот все остальное. После этого второе, что бросается в глаза, это новый процессор, XP4. Действительно, люди, возьмите, просто попробуйте. Разница между третьим поколением и четвертым, она разительна. Практически на голову, если не на две. С XP4 шумов на порядок меньше. Это чувствуется как в фотографии, так и в видео. Ну, насколько я понимаю, процессор того же уровня, который стоит в D4S. Да. Именно не в D4, а именно в D4S, то есть в самой современной флагманской камере. Благодаря этому процессору она также записывает видео 60 кадров в секунду. Вот. Имеет, скажем так, достаточно приемлемые шумы на высоких висах. Вот. И камера, в принципе, с моей точки зрения, пригодна для любых задач. Почему компания не перешла полностью на SD-карты? То есть вместо того, чтобы ставить два слота Compact Flash Plus SD, два SD ставить? Я думаю, первая причина, ну, это вот субъективно мое мнение, но, во-первых, достаточно много пользователей, у кого много CF-карт, вот. И все-таки пока, ну, по моему опыту, CF-карты, они работают быстрее, чем SD. SD нужно покупать совсем, грубо говоря, SanDisk, Extreme Pro и так далее, так далее. И все равно она будет медленнее, чем CF и Extreme Pro. При тех же самых условиях CF-ка все равно будет писать быстрее. А при среднем размере файла, если ты снимаешь в RAV 90 мегабайт, а в TIFF там почти 110, вот, это, как бы, достаточно весомый аргумент. Я отснял серию в 6 кадров, это 600 мегабайт, вот, чтобы они быстро записались. Там, как бы, условно говоря, на запись каждый мегабайт важен. Ну, у предыдущей камеры, допустим, не было проблем с современными картами, она поддерживала UHS-1, насколько я понимаю, у этой тоже не будет. Размер кадров вообще изменился, вот, перехода от одной матрицы к другой? Хотя, чисто математически, я думаю, что вряд ли. Размер кадра никак не поменялся, он остался точно таким же, как... Размер файла, я имею в виду. Размер файла, он остался точно таким же. Возможно, там какие-то малейшие отклонения, потому что все-таки от камеры, камеры, преобразователи RAV, они меняются. Вот, технологии немного меняются. Здесь единственное, что можно отметить, что камера теперь может снимать SRAV, то есть уменьшенный RAV, вместо 36 мегапикселей она может снимать 9 мегапикселей. И поэтому пользователи, кто снимает репортажи, кому не нужно высокое разрешение, а нужно быстро отснять, это достаточно удобно. То есть, например, вы можете работать как судейщиком, так и каким-то по совместительству репортажникам, и, в принципе, использовать одну и ту же камеру. Да, это достаточно просто будет и в использовании, и в постобработке. От низкочастотного фильтра решили отказаться все. От низкочастотного фильтра решили отказаться. Ну, во-первых, достаточно богатая история именно у нашей компании. Я думаю, что это уже раз, два, три, четыре. Пятая камера, если не шестая, без антиалязингового фильтра. Ну, да, вообще-то как-то уже много. Нет, если даже, либо шестая, либо седьмая. Ну да, 800 есть, 7100, 5300, 330. Еще и Кулпикса. А, еще Кулпикса. Ну, в общем, да, уже очень много. Вот, поэтому, и как показал опыт, в принципе, для пользователей это только плюс, потому что они видят более резкую картинку. Те же минусы, которые могут вызваться, там, грубо говоря, муар или изменение цвета, они настолько редко встречаются, что, вот, лично я за свою практику еще не видел ни одного своего снимка, где я бы увидел действительно эти дефекты. Бывают фотографы снимают какую-то архитектуру, кирпичную кладку, где это выползает. Но это настолько редкий случай, и, в принципе, сейчас это правится через практически любую программу. Поэтому это не проблема. Спасибо большое, Дмитрий, и спасибо большое компании Nikon, что предоставила возможность ознакомиться с такой прекрасной камерой. Я жду, что она у нас, наконец, появится на тестах, ну, буквально через каких-то 2-3 месяца. И большое спасибо вам за интервью. Вам тоже большое спасибо. Спасибо.